Еще раз, этот год будет годом божественной славы И присаживайся Спасибо Этот год будет годом божественной славы Я еще раз поздравляю всех уже с наступившими праздниками, Рождеством и Новым Годом И хочу сказать, дорогие друзья, я верю, что 2013 год это будет годом, когда в твоей жизни все получится Это будет, знаете, как, помните, откровение или сон, который был дан царю Сначала пришли семь тощих коров, все съели, всех съели Но потом пришли семь тучных коров, толстеньких таких, лощоненьких таких, вычесанных таких Я хочу пророчествовать в твою личную жизнь, в твою экономику, в твою семью, в твои отношения между родителями и детьми Между детьми и родителями, между друзьями, в твой бизнес, в твою работу, в Росцеркви Это будет год годом тучных коров во имя Иисуса Христа Амэн! Кого-то толкни, скажи, мы не просто сейчас занимаемся животноводством, мы не просто мясо будем здесь добывать в церкви Мы верим в пророческое Слово Божье, это будет год тучных коров Амэн! Вы знаете, дорогие друзья, хватит уже верить в кризис, хватит верить в эти проблемы и прочее Давайте поверим в успех и поверим в то, что ну сколько мы сеяли уже Поверим в жатву 2013 год, год жатвы и год славы Вы знаете, я смотрю на события, происходящие в мире На события, происходящие на территории нового поколения Ведь где-то действительно есть пробуждение и рост церкви В Украине открываются церкви Социальные сети трещат от информации Вы знаете, это придет сюда, в Латвию В России, смотришь, там тоже рост церквей Собираются две тысячи, три и пять тысяч Это придет в наши церкви, в Латвии Смотришь в такой стране, которая, казалось бы Не в Евросоюзе, в Уганде, в Африке Президент христианин И буквально вот недавно он выходит и публично Представьте себе, публично Во всеуслышание говорит Да, я верующий, глубоко убежденный человек И я хочу покаяться за всю нацию Которая в течение последних 50 лет Погрязла, выдала поклонстве Погрязла в всяких разных сексуальных грехах Погрязла в коррупции Погрязла в убийствах Я, как президент страны Хочу покаяться за свою страну Бог, прости нам это Мы отрекаемся от этого И он прочитал молитву покаяния И молитву благословения И сказал Да будет благословлена моя страна Представьте, если это есть Где-то в каких-то странах Дорогие друзья Тем паче здесь у нас Когда мы пропитали атмосферу Этой земли Своими молитвами Мы это тоже увидим Во имя Иисуса Христа Это будет год Годом тучных коров Знаете, почему я в это сильно верю? Божьи принципы универсальны Когда Все авторы 66 книг Написанных в Библии Писали это под водительством Духа Святого Это не было написано Для какого-то определенного народа Это было написано Для всех Это не было написано Для пробуждения в Украине Для христианского правительства В Уганде Это не было написано Для пробуждения в Корее Это было написано Для всех национальностей И для всех народов И если мы сотрудничаем с Богом Если мы сотрудничаем с Духом Святым И берем за основание Его божественные принципы И Его Слово То это точно так же Будет работать И в нашей жизни И в нашей стране И в наших сердцах И в наших церквях Амэн Поэтому я верю Что в этом году Мы увидим рост Точно так же Его мудрость Будет наполнять нас И мы будем получать Откровения Сверхъестественные И эксклюзивные Откровения И точно так же Бог даст нам Свою благодать Скажи Благодать Мне нужна Божья благодать Вы знаете Я хотел бы сегодня Поговорить на эту тему Благодать Божья Давайте мы Откроем вместе с вами Первое послание Апостола Петра И будем читать Первую главу С тринадцатого стиха Первое послание Апостола Петра Первая глава С тринадцатого стиха Посему возлюбленные Припоясав чресла Ума вашего Бодрствуя Совершенно уповайте На подаваемую вам Благодать В явлении Иисуса Христа Как послушные дети Не сообразуйтесь С прежними похотями Бывшими В неведении вашем Но по примеру Призвавшего вас Святого И сами Будьте святы Во всех Поступках Ибо Написано Будьте святы Потому что Я Свят Амин Апостол Петр Который являлся Столпом церкви Основателем церкви Человеком Который получил Откровение О том что Иисус Есть Сын Божий Христос Посланник Мессия Человек Который был Очень в близких Отношениях Когда Иисус Был в своем Земном служении Он пишет Свое послание Если мы Хотя бы Немножко Обращаемся К хронологии Событий Послушайте В жизни В жизни Апостола Петра Были Моменты Когда он был Слишком самоуверен Когда он был Вызывающий себя Вел Когда он был Слишком Дерзновенен Когда он Видел Иисус Рядом Окружают Народ Толпы Толпы Народа Происходят Множество Чудес Иисус Как говорится На пике Популярности Как Божий Пророк Как Божий Служитель И точно так же Его команда Его приглашали В богатые Дома И Петр Мог вести себя Несколько Где-то Вызывающе Он был Немного Самоуверен Больше того Он получил Откровение О том Что Иисус Есть Сын Божий И даже Когда пришли Брать Христа В Гефсимании Он вытащил Ножик Сверкнул Афинка И он Отрезал Ухо Одному Из рабов Это был Человек Как говорится Не из робкого Десятка Но прошло Время По хронологии Событий Он написал Это послание Через 30 лет После того Как Иисус Вознесся На небеса Как они Стояли И смотрели Иисус Ушел на небо И это уже Был человек Умудренный Опытом Это был Уже человек Который Прошел Какие-то Испытания Это был Человек Который Был уже Избит Какими-то Жизненными Обстоятельствами И вы знаете Что он сказал Он говорит Братья и Сестры Когда вы Строите Церковь Или что-то В своей жизни Достигаете Пожалуйста Уповайте На благодать Божью Подаваемую Вам От Иисуса Христа То есть Дорогие Мои Все На своем Месте Мы Сами Что-то Делаем Чем-то Напрягаемся Но Также Нам нужно Понимать Когда мы Говорим О строительстве Церкви И реализации Божественных Откровений Нам Необходимо Его Благодать Без Благодати Мы Дело Божье Сделать Не Сможем Какими Бы Крутыми Мы Не Были Какими Бы Образованными Мы Не Были Какими Мы Не Были Сильными Нам Нужна Божья Благодать Что Такое Божья Благодать Или Давайте Сначала Поговорим О ее Отсутствии Так Бывает В нашей Жизни Я знаю Вы меня Сейчас Очень Поймете Я Говорю Потому Что Я Сам Это Переживал Отсутствие Благодати Когда Ты Делаешь Титанический Труд Когда Ты Делаешь Множество Усилий Но Ты Смотришь На Выхлопе Мизерный Результат И Казалось Бы По Логике Человеческой То Сколько Ты Сделал И То Сколько Ты Вложил В Это Предприятие Должен Быть Такой Выхлоп Здесь На Покаянии Должно Сколько Делается Сколько Вклад И Нету Почему Благодать Божья Когда Нет Благодати Тогда Титанический Труд И Минимальный Выхлоп Минимальный Результат Но Когда Есть Благодать Что Такое Благодать Благодать Это Сверхъестественная Божья Помощь Если Хотите Благодать Это 24 Часа В сутки Попутный Ветер В твои Открытые Паруса Вот Ты Вышел В море И Ты Думаешь Надо Ждать Попутный Ветер У Кого Тоштиль А у Тебя Благодать У Тебя Постоянно Паруса Надуты И Ты Постоянно Двигаешься По Направлению К Достижению Своей Цели Что Такое Благодать Ну Дорогие Друзья По Простому Горя Благодать Это Когда Везет Да Ну Само Слово Да Не Пешком Идешь А Везет Кто Везет Ну Кто То Везет Да Можно Ити Пешком А Лучше Когда Тебя Кто То Везет Амэн Я Хочу Чтобы Везло Я Хочу Чтобы Была Благодать Больше Того Из Чисто Таких Знаете Как Бы Здравых Соображений Заглядывая В Библию Если Апостол Петр Человек Который Находился Рядом Со Христом И Имел Опыт В служении И строительстве Церкви И прохождении Каких-то Испытаний Он Говорит Ребята Вам Нужна Благодать Без Благодати Дорогие Друзья Смотришь На жизнь Любого Человека И понимаешь Почему Он Уставший Потому Что Человек Которому Не везет Он Постоянно Говорит О своих Проблемах Ты скажешь Что у тебя в жизни Проблем Нет Все на своем месте Но послушай Когда Бог Вмешивается В твою жизнь И помогает Решить тебе Любые жизненные Вопросы Ты уже не Выглядишь Уставшим Когда с кем Ты разговариваешь И тебе говорят Да нету Времени Вести Эту ячейку Да нету Времени Служить Богу Да нету Времени Что-то делать Я бизнесом Занимаюсь Я еще Что-то делаю Послушай Можно делать То же самое Только иметь Благодать Это когда Из ста Человек Которые Претендуют В тендере На один И тот же проект Выбирает Тебя Ты не понимаешь Почему Потому что У тебя нет Богатых Родственников У тебя нет Протеже В этой области У тебя есть Только подаваемая Своевременная Божья Благодать И ты поднимаешь Шурки к небу И говоришь Бог Я благодарю Тебя За то Что мне Везет Аллилюя Нам нужна Благодать Друзья Чтобы мы Не выглядели Уставшими Чтобы мы Строили церковь Чтобы мы Могли И разрешить Все свои Жизненные Проблемы Преодолеть Все испытания Нам Благодать Нужна Амэн Но вы знаете Читая Библию Я вижу Что есть люди На которых Благодать Божья Сходила Очень сильно Мы смотрим Написано На Марию Сошла Благодать И она Совершила Ну такое чудо Да Рождение Иисуса Христа Без Вмешательства Как по традиции Это заведено По физическим законам Без вмешательства Мужчины Это чудо Друзья Вы знаете Кого-то еще Кто без вмешательства Мужчины Мог родить Это была Единственная женщина Это была Мария На Ноя Сошла Благодать Когда он Построил Ковчег Когда он Со своим Семейством Восемь человек Смог выйти На берег И принести Жертву И сказал Бог Благодать Сошла на тебя Отныне С этого момента Больше Сене и жатва Не прекатятся И я не уничтожу Человеческий род Почему Потому что Сошла Благодать Давид Тоже был человек Который Обрел Благодать Но есть люди Которые потеряли Божью благодать Оказывается Благодать Можно потерять Представляете Саул Из-за своего Непослушания Потерял Благодать Давайте Прочитаем Евреям 12 главу Откроем И С 15 стиха Наблюдайте Чтобы кто Не лишился Благодати Божией Чтобы какой Горький корень Возникнув Не причинил Вреда И чтобы им Не осквернились Многие Оказывается Благодать Можно потерять Амин Горький корень Который Может попасть В твое сердце Он может Как Сквозняк В комнате Выветрить Ту благодать Которая Есть В твоей Жизни И нам С вами Необходимо Позаботиться О том Чтобы мы Не потеряли Подаваемую Своевременную Божью Благодать Амин Вы знаете Если нет Благодати Тяжело Даже семейные Отношения Строить Детей Воспитывать Очень тяжело Без благодати При При том Изобилии Сегодня Христианских Книг Которые Есть Психологов Детских Кто-нибудь Читал Хоть раз Детских Психологов Которые Рекомендуют И советуют Как правильно Воспитывать Детей Ну Во-первых Это множество Вот таких Толстых книг Я вам скажу Во-вторых Когда ты их Все прочитаешь Ты начинаешь Понимать Что если ты Будешь выполнять Все Рекомендуемые Ими Советы То нужно Вставать Рано утром В 6 часов утра Ложиться В 12 А все это время Только и делать Что воспитывать И воспитывать И воспитывать И воспитывать Детей И аж голова Иногда качается Думаешь Господи Ну как так Можно все Эти советы Сделать И исполнить Невозможно Без благодати Причем Знаете Как говорится Маленькие детки Как там Маленькие бедки Большие Говорят А вот у тебя Еще маленькие А у тебя Что Большие детки Большие бедки И смотришь Думаешь А уж тем более В современном мире Когда столько Много информации Которая просто Бомбардирует Сознание Молодых людей Без благодати Нам вообще Никак Не прорваться Амэн Дорогие родители Я тут вот буквально Недавно Моя дочь приходит И им задали Во втором классе Сделать реферат На свободную тему Нужно было найти Какой-то старинный предмет И описать Этот старинный предмет Ну и она подходит Конечно же К родителям Ко мне К Натали К папе с мамой И говорит Вот я бы хотела бы Я говорю А кто Дети в твоем классе Какие предметы выбрали И кто-то выбрал Там старинную картину Кто-то выбрал Утюг Кто-то выбрал Подсвечник И знаете Конечно же В моем Самоправедном Христианском сознании Сразу родилась Мысль о том Что нужно выбрать Какой-то предмет На библейскую тему Я говорю Дочь Давай выберем Библию И ты про Библию Все расскажешь Мы вот так вот Представим Мы найдем Первые картинки Когда Моисей Сошел с горы Со скрижалями Мы сделаем Вот когда Первый печатный станок Сделал рублев И напечатал Вы знаете Что первая печатная книга Это была Библия Знаете Что Вот этот вот Прогресс Начался Даже С печатания Священного Писания Вы знаете О том Что Самая Много Печатаемая Самым большим Тиражом Печатаемая Книга На земле Сегодня Это Библия Я сведущий Говорю Представляешь Мы сейчас Вот Она говорит Папа Это не Современно Я не хочу Я пытался Убеждать Что-то Говорить Даже Как-то Надавить Потом Сманипулировать Ну знаете Как Сейчас Мы тебе Что-то Купим И вы знаете Даже Это Не сработало Я понял Не Всегда Твои Нажимы Или Манипуляции Могут Работать А уж Тем более Воспитании Детей Я Помолился Богу Говорю Господь Ну Мне бы Очень Хотелось Если бы Она Вот Взяла бы И вот Сделала Реферат Именно на Тему Библии И представляете Дальнейшее Событие Это было В четверг А в субботу Молодежное Служение И мы Приходим На молодежное Служение И там На молодежном Служении Я проповедую О Недопустимости Компромиссов В христианской Жизни О том Что нужно Забывать Заднее Достигать Христа Заявлять В этом Мире Что мы Принадлежим Иисусу В общем Сказал Слово Аж На самого Так Сошло Знаете Бывает Так Скажешь Скажешь И после Служения Ко мне Подходит Дочь И говорит Папа Я получила Откровение Здесь же Восьмилетняя Такая Восьмилетная Я хочу Сделать Реферат На тему Библии Я думаю Господи Это благодать Которая Приходит В нашу Жизнь И помогает Нам Во всем Амин И она Написала Реферат Конечно же Я ей помог Мы сделали Красивые Картинки Написали Текст И потом Две недели Ее почему-то Не вызывали И мы Опять Помолились И опять Сошла Благодать И уже Как раз Перед самым Там Короче Ее вызвали И Она Вышла И перед Всем Классом Это была Ее первая Проповедь Как говорится Не на Христианскую Аудиторию И она Рассказала О Библии Причем Там нужно Было Сказать Понимаете Что Вот А какое Место Этот предмет Занимает В вашем доме Она говорит Ну как Какое У нас У всех Есть Библия У меня Такая У моей Младшей Сестры Детская У папы Такая Самая Потрепанная У мамы Такая Похожая На Ну знаете Да Такая Закрывающая Что-то Положить Еще Можно Дополнительно Ну Конспект Например Вот У нас У всех Мы все Читаем Библию И учитель Закрит Вот Посмотрите Дети Это Божья Благодать Благодать Друзья Во всем Нужна Если Мы Говорим О строительстве Церкви Вы знаете Сколько Много Мы сказали Проповедей Сколько Много Мы сказали Слов Сколько Много Ты кому-то Проповедуешь 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 Но пойми Без благодати Порой Иногда Это Как на сухую Заведенная Машина Не залил Туда масла И смотришь Может быть Вроде Еще Какое-то Время Поездил А потом Двигатель Может Стукануть Поэтому Нам Нужна Благодать Благодать Это Когда Я знаю Что я делаю Дело Божье И Бог Принимает В этом Активное И сверхъестественное Участие И мне уже Не надо Сильно Напрягаться Когда Служишь Богу Почему Многие Не хотят Служить Да потому Что Служители Выходят И говорят Ох Вы не Представляете Какая Это Тяжелая Ноша Служить Богу Да Что Там Богу Вот Я Пастор Вы Не Представляете Мне Надо В 6 Утро Встать И Надо Помолиться За всех Вас Ходатайственной Молитвой А потом Поехать На Консультации А потом Поехать Провести Лидерское Служение А к Вечеру Провести Ячейку А на Следующий День Подготовиться К Служению Я Так Устаю Это Так Тяжело Эй Если Служитель Об этом Говорит То пусть Он Не Удивляется Что В Его Церкви Нет Последователей Которые Хотели Бы Служить Богу И Когда Ты Без Благодати Тогда Ты Уставший Выжатый Как Лимон Но Когда Благодать Наполняет Твою Жизнь Ты Горишь Вы Не Представляете Я Уже В 6 Утро На Ногах Я Уже Вижу Как Эти Ранние Солнечные Лучи Попадают В Мою Комнату И Наполняют Меня Хорошим Позитивным Настроением И Я Уже С самого Утра Молюсь Я Уже С самого Утра Кому-то Звоню Кого-то Вдохновляю Наставляю А потом Я еду Провожу Молитвенное Служение И Там Все Наполняются Божьей Благодатью И присутствием На Ячейке Мы Разбираем Библию И такие Откровения Приходят В нашу Жизнь А потом Проходят Служение И Человек В благодати Выглядит Совершенно По-другому Амин И знаете Кому мы Хотим Подражать За кем Мы хотим Идти Мы хотим Идти За теми Людьми Которые Говорят Жизне Утверждающие Слова Почему Хочется Слушать Проповеди Пастора Алексея Да потому Что Он Выходит И Каждое Служение Наполняет С вами Сидящих В зале Но и Тех Кто Смотрит В онлайн Амин И на Его Проповедях Живут Люди Наполняясь Божественной Благодатью Поэтому Когда мы Говорим О служении Нам Необходимо Иметь Благодать Но Послушайте Благодать Можно Потерять Что Значит Потерять Это Если Какой-то Горький Корень Вошел В твое Сердце Что Такой Горький Корень Может Быть Даже Не какое-то Определенное Конкретное Действие Ты можешь Обидеться На кого-то Обидеться Пришел На служение Старайся Хранить Своё сердце Если С кем-то Имеешь Ссору То лучше Помирись Если Против Кого-то Что-то Имеешь Благослови Его В сердцах И Приди И послушай Когда ты Придешь Вот Кто Приходит Сюда С Приготовленным Сердцем Тот Получает От Бога Благовременную Помощь Амэн Какой-то Горький Корень Может Тебя Кто-то Оскорбил Может Тебя Кто-то Обидел Вы Знаешь Всякое В жизни Может Быть Но Поэтому Библия Говорит Нам Больше Всего Хранимого Храни Своё Сердце Ибо Из него Источники Жизни Амэн Знаете Благодать Может Быть Нескольких Нескольких Содержаний Если хотите Что-ли Написано Что Мы Не От дел Своих Спаслись Чтобы Никто Не хвалился Но Благодать Божья Нас Спасла То есть По своим Человеческим Делам Заработать Спасение Мы Не можем И мы Спасаемся Как По Благодати Как Исцеляются Люди Они Тоже Исцеляются По Благодати Божьей Потому Что Иисус Своё Время На Голговском Кресте Разобрался Со Всякой Болезнью Но Также Послушайте В нашу Жизнь Может Прийти Божья Благодать Мы Можем Ее Востребовать Мы Читаем Если Якова Там написано В 4 главе В 6 стихе Что Бог Смиренным Что делает Дает Благодать Поэтому Если я хочу Жить Не в напряге Если я хочу Воспитывать Детей В благодати Если я хочу Строить церковь Жить В благодати Строить бизнес В благодати Наслаждаться Полноценно Каждым Днем И иметь Божью Сверхъестественную Помощь И попутный Ветер Бог Смиренным Дает Благодать Формула Получения Благодати Это Смирение Амин Что такое Смирение Друзья Смирение Это не Твоя проповедь О том Что ты говоришь Я смирен Да Смирение Это Конкретное Действие Или конкретный Факт Конкретное Действие Событие Если ты попал В какие-то Обстоятельства И в них Ты действительно Смирился Ты получил Благодать Отсутствие Благодати В жизни Многих Людей Это Стопроцентный Факт Наличие Гордости Бог Гордым Противится А смиренным Дает Благодать Причем Если мы Мы смотрим На жизнь Авраама Представьте себе Ну уж куда Смиренней Был человек Он жил Написано Что Вот этот Вот город Урхалдейский В котором Жил Это был Самый Цивилизованный На тот момент Город Это был Эпицентр Цивилизации Человеческой Как в свое время Вавилон Египет Как в свое время Рим И Когда Бог Сказал ему Выйди Из Урхалдейского И там Так интересно Было Пойди туда Не знаю Куда А когда Ночью Все будут Спать Подними К небу Глаза И посчитай Звезды Если не хватит Тебе Если это хобби Тебя сильно Не вдохновит То потом На берегу Морском Посчитай Песок В общем Вот так Как-то Бог вдохновил Авраама И он В смирении Забрал с собой Свою жену И они Вышли Из комфортной Жизни И пошли За Богом По его Слову И представьте Себе Проходит 30 лет 30 лет После того Как Авраам Ходил за Богом И исполнял Его Слово И был Смиренным Человеком По сути Смиренным Человеком Бог обращается К нему И говорит Ты хочешь Сына Все просто Я дам Тебе его Но ты должен И Бог Дал ему Сына Но дальше Он говорит Возьми этого Сына И понеси На жертвенник И знаете У меня чисто По человечески Вопрос Бог Неужели ты Уже Недостаточно Убедился В том Что Авраам Смиренный Человек А Но смирение Это событие Это подтвержденный Факт И он Взял своего Сына Пошел Понес его На жертвенник И когда Бог Увидел Действительно То что он Смиренный Бог дал Ему Благодать И этой Благодати Хватило на то Чтобы Из Чресл Авраама А он Отец Веры Произошел Еврейский Народ И мы Сегодня По вере Дети Авраама Почему Потому что Через его Смирение Даже до Нашей жизни Докатилась Божья Благодать Поэтому Когда мы Хотим Получить Свою Жизнь Благодать Все Приходит Через Смирение Смирение Это не просто Слова Амэн Смирение Это дела Причем Поступки Подтвержденные Факт События Которые ты Произвел В своей жизни Я много раз Слышал людей Которые говорят Да Я смиренный Человек До той Поры И до того Момента Когда они Пришли в жизнь Обстоятельства Но как только Обстоятельства Приходят Вот здесь Должно быть Доказательства Давайте Откроем Еще одно Место И прочитаем О жизни Иосифа Бытие 37 Глава Бытие 37 Глава Я буду Читать С 13 Стиха И сказал Израиль Иосифу Братья Братья Твои Не пасут Ли Всехем Пойди Я пошлю Тебя К ним Он Отвечал Ему Вот я Израиль Сказал Ему Пойди Посмотри Здоровы Ли Братья Твои И цел Ли Скот И принеси Мне Ответ И послал Его Из долины Хевронской И он Пошел Всехем И нашел Его Некто Блуждающий В поле И спросил Его Тот человек Говорят Чего Ты ищешь Он сказал Я ищу Братьев Моих Скажи Мне Где Они Пасут И сказал Тот человек Они Ушли Отсюда Ибо Я слышал Как они Говорили Пойдем В Дафан И пошел Иосиф За братьями Своими И нашел Их В Дафани Амин Друзья Кто Такой Иосиф Смотрите У Якова Было Много Сыновей Написано 12 Сыновей И Иосифа Он Сильно Любил Сильно Любил Он Даже Подарил Ему Полосатый Цветной Халат В Отличие От Того Что Другие Братья Ходили В Простых Черно Белых Халатах Он Давал Ему Самое Лучшее Кушание И Если Мы Читаем Про Иосифа То Иосиф Всегда Докладывал Своему Бате Что Делали Братья Ну В общем Знаете Стучал Короче Да Вы Правильно Говорите Это Вы Сказали Стучал На Своих Братьев И Так Получилось Послушайте Что Когда Нужно Было Якову Проверить На самом Ли Деле Братья Которые Участвовали В Бизнесе Отца Это Был Бизнес По Выращиванию Овец И Батя Зарешил Проверить На самом Ли Деле Старшие Братья Пасут Скот Сихеми Кого Он Позвал Ну Ясно Он Позвал Своего Любимчика Иосифа Иди Сюда А Накануне Этих Событий Иосиф Получил Откровение И Это Откровение Как Ему Казалось Было Настолько Великим И Божественным Что Когда Он Озвучил Своим Братьям Те Его Еще Больше Возненавидели Представьте Он Вышел Перед Ними И Сказал Братья Я Видел Вещий Сон Да Ну Расскажи Представьте Себе Я Я Вижу На Поле Как Стоят Снопы И Еще Один Сноп Как Будто Бы Отдельно И Вот Этому Снопу Который Отдельно Поклоняются Все Снопы Которые Стоят Рядом Те И что Означает Этот Сон Иосиф Чуть Чуть Приосанился Поправил Свой Самый Красивый Халат И Говорит Это Вы Все Поклоняетесь Мне Представьте Себе Он Был Самый Младший Брат На То Время Он Был Слишком Неудобен В отношениях Между Братьями И Вот Отец Говорит Иосиф Иди Сюда Иди И Посмотри На Самом Леделе Твои Братья Пасут Овец Там Куда Я Их Послал Дорогие Друзья Что Такое Смирение Смирение Это Послушание С чего Начинается Послушание Прежде Всего С Послушание Твоему Отцу Или Твоему Наставнику С Послушание Человеку Многие Говорят Да Я Смирен Перед Богом Все На Своем Месте Мы Чуть Чуть Позже Дойдем До Послушания Богу И До Смирения Богу Но Началось Все В жизни Иосифа С того Что Ему Нужно Было Пойти В то Место Где Его Сильно Не Любили Ой Да Что Там Некоторым Из Нас Даже Не Хочется Иногда Ходить В те Места Где Нас Любят А А Надо Было Ити В то Место Где Тебя Вообще Ненавидят И Он Был Смиренным И Послушным Человеком И Он Пошел Согласитесь У него Было Моральное Право Отказаться Сказать Батя Я Там Откровение Сво Недавно Озвучил О Своем Сне И Халатик Вообще Который Ты Подарил Тоже Им Сильно Не Нравится Давай Вот Не Будем Усугублять Отношения И Накалять Обстановку Можно Я Дома Останусь Вот Моральное Право Он Имел Но Он Был Послушный И Пошел Больше Того Дорогие Друзья Когда Он Пришел Сихем И Там Никого Не Нашел Опять же Чисто По Человечески Он Мог Вернуться И Сказать Слушай Отец Я Был Но Никого Не Не Увидел Это Знаете Как Некоторым Горишь Слушай Тебе Надо Кого Посетить Все Нормально Я Сходил Я Позвонил Трубку Не Берут Дома Никого Но Он Пошел Дальше Смирение Настоящее Не лже Смирение Это Когда Ты Доделываешь Своё Дело До Конца И Там Какой Некто Был Где-то Подсказал Что Надо Ити В Дафан И Он Пошел Нашел И Что Произошло Мы Помним Эту Историю Когда Иосифа Взяли Разорвали Его Халат Скинули Его В Яму Потом Продали Его Рабовладельцам И Он Пошел В Рабство И Был В Египте Но Самое Ключевое Место В Этой Истории Написано И Бог Был С Ним Амэн Понимаете Благодать Была С Ним Какие Жизненные Обстоятельства Приходят В твою И мою Жизнь Иногда Порой Страшно Становится От того Какие События Стрессы Ситуации Мы Переживаем Но Когда Бог С тобой Благодать С тобой Ты Все Переживешь Амэн Первое Послушание Своему Наставнику Послушание Человеку Если Ты Любишь Бога Которого Не Видишь А Ненавидишь Брата Которого Видишь То Не Говори Мне Что Ты Любишь Бога Если Ты Не Научился Послушаться Тому Кто Рядом С тобой Находится И Иосиф Написано Был Благодать И Потому что Бог Был С Ним И Послушайте Когда Он Попал В Тюрьму Даже Когда Он Попал В Тюрьму Кто 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 В Тюрьме Сидел А Иосиф Стоял Причем Неплохо Так Стоял Написано Все Ключи У Него Были Да Помните Но В начале В начале Того Перед тем Как Он Попал В Тюрьму Он Попал В Дом Как Там Этого Мужика Звали Кто Читал Патифар И Даже Там В Этом Доме Он Стал Самым Главным Управляющим Знаете Второе Кому Нужно Послушаться Если Ты Хочешь Чтобы В твоей Жизни Была Благодать Это Слово Божье Вот Когда Он Был В Доме Патифара Это Был Его Экзамен На Послушание Слово Божьему Потому Что В тот Момент Не Было Рядом Отца В тот Момент Рядом Не Было Наставника В тот Момент В Его Голове Была Заложена Информация Чего Не Нужно Делать И Когда Эта Женщина К Нему Пристала Жена Патифара Он Вспомнил Бегайте Блуда И Убежал Знаете Иногда Не надо Противостоять Блуду Нужно Просто Убегать И Он Вспомнил Это Был Его Экзамен Один На Один С Обстоятельствами И Он И И И Исполнил Что Он Был Послушен Слову Вот Почему До банальности Еще раз Говорю Нужно Читая Библию Вкладывать Информацию Которая Потом Будет Строить Твою Жизнь И Тебя Же Спасет Если Ты Будешь Послушен Этому Слову Амин Согласитесь На тот Момент Ну Казалось Бы Иосиф Татьяш Никто Ж Не Увидит Ну Кто Б Его Увидел Да Никто Б Не Увидел Больше Того Хочу Сказать Иногда Послушание Слову Божьему Оно Очень Неудобно И Невыгодно Бывает Порой Вот так же Как в жизни Этого Иосифа Представьте Себе Он выскочил Из спальни Этой женщины Голый И ему нужно Было доказать Что он там Ничего не делал А просто Пыль с полочек Вытирал А? Причем Потом Его осудили По очень неприятной Статье За попытку Изнасилования И он попал В тюрьму Опять же Ситуация Некоторые Думают Ой да ладно Ну вот никто Ж не видит Да согрешу Чуть-чуть Не буду послушен Слову Божьему Зато на свободе Останусь Зато Буду Жить Ходить Ну никто Ж не увидит Может Никто и не увидит Но благодати С тобой Уже Не будет Потому что Благодать Приходит через Смирение И через Послушание Амэн Точно так же Как в жизни С послушанием Человеку Если у тебя Наставник Если у тебя Есть наставник У тебя есть Смирение Потому что Наличие Наставника Подразумевает Критику В твоей жизни Вот у меня Вопрос Есть ли у тебя Наставник Если нет Ну послушай Тогда ты Живешь Так Как ты Хочешь Вы знаете Я вот Мы недавно Разговаривали Я говорю В моей личной Жизни Ключевую роль Сыграли Три женщины Три женщины Первая Это моя мама Это уникальный человек Великий человек Она молилась За меня Ходатайственными молитвами Когда я еще Не ходил в церковь И она меня Вымолила Вторая Это моя Жена Которая Знаете Я имею Откровение Что Бог Дал Жену Человеку О том Чтобы он знал О себе Правду Поэтому Мужья Любите Своих жен И не будьте К ним Суровы Третья Женщина Которая Сыграла Очень важную Роль В моей жизни Это пастор Маргарита Сенокосова Потому что Она была Моим Непосредственным Духовным Наставником И когда Мы приехали Сюда В библейскую Школу В городе Рига И здесь Были Библейские Семинары По подготовке Лидеров И по подготовке Проповедников Я помню Как мне поручили Проповедовать В один из четвергов Я знаете Подготовил проповедь И знаешь Пока ты думаешь О чем-то Тебе кажется У тебя такие умные Мысли в голове Думаешь Я сейчас как скажу И десять тысяч Упадут Одесную И покаятся А еще десять Все исцелятся И такое Пробуждение Начнется Я подготовил проповедь Прихожу К Маргарите Говорю Пастор Послушай Я приготовил Проповедь Она говорит Ну давай И я как Сказал Сказал Я аж самому Знаете Она говорит Полный бред Я говорю Ты что Как это бред Это же Такие откровения Слово Божье Такие мысли Такие примеры Социальные Библейские Она говорит Ну ты что хочешь Правду Или Чтоб я тебе Дифферамбы Сейчас пела Вот Честно если Иди готовься Я короче Сгреб все эти Конспекты Пошел Опять знаете Бумага все Стерпит Пишу Пишу Косве Проповедь Она говорит Слушай Ты что издеваешься Надо мной что ли Ну ты иди нормально Приготовься Я пошел еще раз Короче Приготовил еще раз И знаете С четвертой попытки Что-то получилось Ну она как бы Ну Мол Нормально все Давай Иди проповедуй И вот представьте Вот этот момент Торжественный момент Когда Я выхожу за кафедру сюда Здесь стоит Сидит 350 студентов А сбоку пастор Алексей И до этого Самое интересное что Попроповедовал мой брат Мой друг Из Одного из Сибирских городов И он так сильно Аудиторию Впечатлил Своей проповедью Что когда я вышел И Мне пастор Алексей Говорит Ну а сейчас Так обреченно Выйдет проповедовать Следующий проповедник Ну поймите Если бы я бы Не прошел бы Эти четыре круга Критики То я бы Не получил бы Благодать Я не буду Я не буду Сейчас хвалиться Говорить Что я там Такую мега проповедь Сказал Которую сейчас Запишут в историю Учебников Проповедников Но Я сказал Все правильно Я сказал так Что и аудитория Понравилась И пастору Алексею Понравилась И сошла Благодать Только потому Что в моей жизни Был наставник И в моей жизни Была критика И эта критика Была правильно Оценена И было смирение А смиренным Бог дает Благодать Амин Бог гордым Противится Поэтому Два момента Очень важных Наличие наставника В твоей жизни Наличие человека Который бы мог Говорить В твою жизнь Если этот человек Есть Я тебе хочу сказать В твоей жизни Будет Благодать Божья Если в твоей жизни Есть послушание Слову Божьему Это второй момент Когда в твоей жизни Опять же Будет Божья благодать И когда мне говорят Да я Смирен перед Богом Я слушаю только Слово Божье И водительство Духа Святого Я кому-то сегодня Хочу открыть Очень важную тайну Что если ты Не имеешь Наставника И не послушен Слово Божье У тебя не будет Водительство Духа Святого Амин У тебя не будет Водительство Духа Святого Я насмотрелся В своей жизни Таких людей Которые приходят Только в церковь И говорят Мне Дух Святой Сказал Мне Бог В мое сердце Проговорил Послушай В девяносто девяти Случаях Бог работает С людьми Которые недавно Пришли в церковь Через его Наставника И говорят Через человека Амин Все духоманы Сказали Амин А потом Если ты Библию не читал То как Бог может С тобой разговаривать Потому что Бог бодрствует Над словом Своим Амин Он не может Сказать тебе Ничего другого Как если только то Что написано В Библии Амин И существует Такое понятие Как духовная Безопасность Если у тебя Нет в жизни Наставника То как ты Можешь проверить Откровение Полученное Из Духа В твою жизнь От Бога Оно пришло Или нет Потому что Библия Учит Не всякому Духу Верьте Даже когда Мария Была беременна Младенцем Иисусом Куда она пошла? Она пошла К более опытной Зрелой женщине К Елизавете И там написано Взыграл Младенец В чреве Елизаветы И уже Елизавета Ей свидетельствовала И сказала О том Что то Что ты родишь Будет великое И уже После этого Написано Мария Складывала Слова Которые Говорили В ее жизнь Пророки Которые Говорили В ее жизнь Служители В своем сердце Чтобы однажды Может быть Об этом Сказать Иисусу Младенцу Иисусу Но это Было Наличие В ее жизни Наставника Я не хочу Сегодня Сказать Что Бог Не разговаривает С людьми Вообще Бывают Эксклюзивные Случаи И ситуации Но чтобы Иметь Духовную Безопасность Ты должен Иметь В своей жизни Человека Который Мог бы В твою жизнь От Господа Говорить Амин Вот почему Очень важно Когда мы Говорим 2013 год Это год Когда мы Серьезно Возрождаем Откровения О домашних Группах Это год Когда мы Серьезно Возрождаем Откровения О попечительстве Я хочу Сказать Всем Нужно Попасть В домашнюю Группу Где будет Зрелый Духовный Наставник Где будет Общение Где ты будешь Закладывать В фундаменте Своей жизни Слово Божье Где ты Научишься Смиряться А значит Получишь Благодать Знаете Когда Благодать Приходит В твою жизнь Когда ты Общаешься С людьми И когда Начинают Друг Об друга Люди Тереться Потому что Мне говорят Ой Как я пойду В церковь Там вот это Вот то сделал Вот то сделал Послушайте Церковь Церковь Это общество Бывших Грешных Людей И может быть Этот парень О кого ты Соблазнился Он 30 лет В своей жизни Грешил 30 лет Он ничего Кроме Грубых Матерных Слов Не знал И всего 4-5 месяцев Как он Покаялся И не надо С него Слишком много Требовать Но любые Обстоятельства Которые В нашу жизнь Приходят И мы Тремся Через эти Обстоятельства Они вызывают Смирение И послушание Слову Божьему Амин И если ты Смиряешься То ты Имеешь Благодать Знаете Я хочу Иметь Благодать И не хочу Напрягаться Хочу Чтобы Бог За меня Что-то делал Я вообще Хочу всем Сказать Друзья Служить Богу Очень легко Амин Когда ты Богу служишь Ячейку Ведешь Пастырское Служение Ведешь Ты ни за что Вообще Не отвечаешь За все Отвечает Бог Тебе делать Вообще Ничего Не надо Все Делает Бог Тебе Не надо Свои Собственные Деньги Тратить Бог Говорит Мое Серебро И мое Золото Смиренный Смиренный Послушный Послушный Получи Благодать Амин И это Благодать Помогает Нам Богу Служить Дорогие мои Вот так Будет В 2013 Году Год Тучных Коров Аллилуйя И когда Мы говорим О послушании Духу Святому Если ты Выполняешь Первых Два Условия Ты Послушен Человеку И ты Послушен Слову Божьему То ты Научишься Слышать И понимать Голос Божий Когда Евреи Вошли В обетованную Землю Пожалуйста Музыканты Можете Выйти И Первый Город Который Они Встретили Это Был Ерихон Смотрите Иисус Навин И Халев Они Имели Откровение Это Было Уже На Уровне Водительства Духа Святого Нужно Было Ходить Семь Дней Вокруг Города И На Седьмой День Ходить Семь Раз Вокруг Города И Причем Ходить В Молчании Вы Видели Когда-нибудь Молчаливых Евреев А Такие Которые Вообще Ничего Не Говорят В основном Евреи Это Такие Жизнерадостные Улыбчивые Многоговорящие Люди Ну Может Исключение Есть Но В большинстве Случаев Когда мы Говорим О евреях Мы говорим О том Человеке Который Постоянно Говорит 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 А тут Бог говорит Хорош Говорит Семь Дней Бокое Смирение И они Ходили В смирении И потом Они Взяли Этот Город Для того Чтобы Взять Ригу Нужна Благодать Нужна Божья Сверх Естественная Благодать И если Мы эту Благодать Получим Дорогие Друзья Поймите Когда есть Благодать Все Меняется Ты в церковь Идешь В другом Настроении Ты на Ячейку Идешь В другом Настроении Ты Жертву Из кармана Достаешь В другом Настроении Ты Молишься В другом Настроении Но Необходимо Послушание Вспомните Когда евреи Зашли В Ерехон Им нужно Было Послушаться Слова Божьего И ситуация Которая В то время Была Создана Это была Ситуация Несколько Можно даже По-человечески Подумать Как с издевкой Представьте Они 40 лет Ходили По пустыне И 40 лет Они ели Манну Небесную На завтрак Манка На обед Манка На полдник Или на ужин Оладьи Ура Но только Из манки Они ели Только манку Они ходили В одних туфлях Носили Одни брюки У них была Единственная Одежда И тут Они вошли В Ерехон Богатейший Город Когда эти Стены Рухнули Они попали В супермаркеты Этого города Где Столько Много Было Еды Но Бог Сказал Все Что вы В Ерехоне Возьмете Это Закритая Господи Я мечтал О колбасе Копченой Я мечтал О шпротах Я хотел Наконец-то Снять уже Эти туфли В которых Я 40 лет Проходил И вот Я захожу В этот магазин Где Такое Изобилие Столько Брендов Можно Переодеться Будь Послушен Слову Божьему И написано Что Один Человек Послушайте Один Человек Нашелся Это Ахан Ему Приглянулась Какая-то Одежонка Ему Понравилась Какая-то Турецкая Сабля Он Все Это Взял И Поймите Насколько Иногда Бывает Проклятым Наше Человеческое Мышление Он Даже Воспользоваться Этим Не Смог Он Закопал Это Своей Палатки Так Чтобы Никто Не Увидел Сел И в Его Сердце Может Теплилась Надежда Пусть Я этим Не Попользуюсь Но Это У Меня Есть Но Послушайте Бог Гордым Противится И Стан Стоял И они Не могли Пойти Больше Того Когда Израильское Общество Захотело Потом Взять Другой Город Этот Город Гай Там Вообще Малюсенький Такой Городишко Они Даже Не Заметили Его По сравнению С тем Что Они Взяли Иерихон Но Они Раз Его Не Смогли Взять Еще Раз Не Смогли Взять И Тогда Иисус Навин Воззвал К Богу И Бог Сказал Ищи Того Кто Не Послушен Слову Божьему Благодать Отошла От Нашего Общества Отошла От Тебя И знаете Иногда Не надо Молиться Иногда Нужно Просто Поразмышлять Взвесить И Проанализировать Свои Поступки И Пересмотреть Что-то И Быть Послушным Прийти К своему Наставнику И сказать Слушай Скажи Мне Честно В чем Я Не Прав Что В моей Жизни Нужно Изменить Я Приму Это Как От Человека Божьего Нужно Открыть Библию И Помолиться И сказать Бог Открой Мне В слове Своем И Тогда Бог Даст Водительство Духом Святым И Бог Сказал Иисусу Навину Ты Должен Найти Того Кто Взял Заклятое Когда Это Заклятое Было Найдено Благодать Вернулась В стан Евреев Амин Друзья Нам Нужна Благодать Нам Нужно Много Благодати Во всех Сферах Нашей Жизни Тем Более В строительстве Церкви Тем Более В росте Церкви Тем Более В том Чтобы Взять Наш Город Тем Более В том Чтобы Провозгласить Царство Божье Но у меня Вопрос Готовы ли Мы Сегодня Смиряться Чтобы Эту Благодать Получить Амин Я верю Дорогие Друзья Что Когда Мы Согласимся В чем Там Напрячься А Напрягаться Это нормально Потому Что Иногда Не Всегда Хочется Исполнять То Что Тебе Говорят Или Читать Читаешь Библии Исполнять То Что Ты Прочитал Там Но Когда Мы Научимся Напрягаться И Быть Послушными Бог И Зальет Обилие Божьей Благодати В нашу Жизнь Давайте Мы Сейчас Склоним Свои Головы И Какое Это Время Я Хочу Чтобы Мы Молились Пусть Дух Святой Даст Тебе Исследовать В Какой Области И Сфере Жизни Тебе Нужна Сегодня Благодать Пусть Дух Святой Напомнит Тебе В чем Ты Был Непослушен Где Ты Пошел В Компромисе Слову Божьему Если В твоей Жизни Нет Наставника Кто Был Говорить В Твою Жизнь Помолись Сейчас Пусть Бог Даст Тебе Укажет Тебе На Этих Людей Я Прошу Тебя Драгоценный Дух Святой Пускай Твоя Божественная Логика Мудрость Прямо Сейчас Прикоснуться И Наполнит Жизнь Каждого Человека Находящегося Здесь В этом Месте Отец Я Верю В То Что Дух Святой Напомнит Нам Все Слова Твои Дух Святой Наставит Нас На Всякую Правду Обличит Нас В Грехе Мы Смиряемся Сейчас Перед Тобой Нам Нужна Твоя Благодать Мы Отрекаемся От Всякого Заклятого Которое Мы Сохранили В своей Жизни Через Непослушание Мы Хотим Взять Этот Город Хотим Спасти Людей Которые Не Знают Евангелия Хотим Видеть Рост Церкви Рост Домашних Групп Хотим Видеть Как Исполняются Откровения Божьи Которые Ты Дал Апостолу Хотим Видеть Бог Как Ты Могущественно Двигаешься В нашей Жизни Через Благодать Подаваемую Нам Благовременно Драгоценный Дух Святой Пусть Всякое Непослушание Всякий Бунт Как Ложь Дьявола Будут Разоблачены Дух Святой Проговори Жизни Сердца Людей Я Прошу Тебя Об Этом Дух Благодать Не От Непослушание Нужен Факт Послушание Ты Был С Иосифом Потому Что Он Был Послушным И Благодать Не Отходила От Него Пускай Этой Благодати Будет Достаточно И В Нашей Жизни Во Имя Иисуса Христа Вы Знаете Дорогие Друзья Я Хочу Чтобы Мы Особенно Молитвой Еще Помолились Я Очень Сильно Верю В То Что Рост Церкви И Пробуждение Придет Здесь Сюда В Нашу Церковь В Наши Церкви В Наши Города И Ты Спросишь Может быть Какое-то Тому Есть Свидетельство Или Подтверждающий Факт Конечно же Есть Посмотрите Кто-то Взял Слово Учение Нашего Апостола Учение Пастора Алексея Если Смотришь На Российские Церкви То Там Изобилие Божьей Благодати Мы Мы Буквально Недавно Были В церкви В городе Тольятти И там Пастор Анатолий Гельманов Как уже Епископ Объединения Церквей Воз Привозском Крае Растет Церковь Открываются Новые Церкви В их Городе Они Имеют Несколько Зданий Здание Церкви На тысячу Мест Трехэтажный Офис Здание Репцентра Еще рядом Строят Ты скажешь Они что-то Такое Сверхъестественное Особенно Делают Они взяли Учение Которое Проповедует Пастор Алексей Все эти Конкретные Основные Истины И послушны Этому Слову И через Послушание И их Смирение Пришла Благодать Точно так же И в другие Российские Церкви Я верю Что если Мы здесь Точно так же Согласимся И будем Послушны Иногда Говорят Что Вот мы Так уважаем Так любим Послушай Не люби Не уважай От тебя Это не требуется От тебя Другое Требуется Давайте На свое Место Расставим Приоритеты От тебя Требуется Послушание Нет Ну я Думал А кто Тебе Сказал Что тебе Нужно Думать Тебе Нужно Быть Послушным Вы знаете Мы часто Меняемся Местами С тем Кто Должен Думать И с теми Кто Должен Исполнять В России Не думают А исполняют И имеют Благодать И рост Церкви Давайте Мы будем Исполнять Это знаете Как Один мужик Устраивается На работу Месяц Работает Два Потом Приходит Начальник И говорит Слушай Я вот Смотрю Я два месяца Уже тут Как обелка В колесе Кручу Что то делаю А вот Тот Мужик Я его Уже два месяца Вижу Он сидит Возле Подоконника Смотрит В окошко И ничего Не делает Почему Такая Несправедливость Я Все Делаю А он Ничего Не делает Ему Начальник Говорит Слушай Оставь Его в покое Он Месяц назад Сидел Сидел Так Возле Подоконника Потом Пришел Дал Мне Идею От которой Наше Предприятие Заработало Миллион Долларов Не трогай Его Пусть Так И сидит Возле Окошка Оставь Его в покое Многие Думают Вот Надо Что то Чтобы Пастор Дел Послушайте Пастор Уже Дал Идею Которая Сделает Новое Поколение Матерью Тысячи Церквей Амэн Он Уже Дал Самые Основные Откровения Нам Нужно Взять И И И И Иногда Не нужно Быть Слишком Умным Нужно Быть Просто Послушным Если Речь Идет Сегодня О том Что Нужно Посещать Неверующих Людей Открывать Домашние Группы Проповедовать Евангелие Мы Мы Целый Год Расписали По Программам И Раз Два Месяца Мы Будем Делать Евангелизационные Служения В этом Году Мы Расписали Три Серьезных Мужских Конференции Да Мужчины Это Наши С вами Аплодисменты Сейчас Должны Звучать А то Все Женщины И Женщины Я Хочу Чтобы Вы Помолились Сейчас И Если Ты Хочешь Видеть Свою Жизнь И Благодать Согласись Исполнять И Быть Участником В Этих Программах И Я Тебя Уверяю Мы Увидим Как Бог Сильно Нас Благословит Амин И Для Этого Не Надо Быть Слишком Умным Нужно Быть Просто Послушным Давайте Возьмемся За Руки Господь Мы Соглашаемся Сейчас И Молимся За Каждое Откровение Молимся За Каждую Программу Благословляем Все Что Мы Запланировали На 2013 Год Во Имя Иисуса Христа Мы Будем Послушны В Исполнении Этих Программ В Реализации Откровений Которые Ты Даешь Пастору Мы Будем Послушны В Реализации Слову Божьему Дай нам Для этого Все Необходимое Пускай Через Наше Послушание Будет Благодать Обеспечение Каждой Программы Во Имя Иисуса Христа Пусть Через Наше Послушание Будет Благодать И не Будет Недостатка В кадрах В Команде В Людях Которые Будут Исполнять Во Имя Иисуса Христа Я Провозглашаю Господь Дай нам Увидеть Как Минимум Тысячную Церковь Через Два Года Здесь Дай нам Увидеть Сто Домашних Групп Дай нам Увидеть Бог Открытие Новых Десяти Церквей Через Послушание Твоему Слову Пускай Придет Благодать На Благодать Во Имя Иисуса Христа Мы Соглашаемся Послушаться Человеку Божьему Мы Соглашаемся Послушаться Слову Твоему И мы Верим Что Через Это Придет Сверх Естественное Водительство Духом Святым Глори Моу Шаталамо Сотолома Лен Толоро Мот Тололобо Аллилуйя Лекот Толори Ломен Лебод Лопрем Шандалам Мессия Леба Мы Благословляем Каждое Евангелизационное Собрание Мы В начале Года Благословляем Предстоящий Пост Пускай Будет Высвобождена Благодать На Благодать Во имя Иисуса Христа Давайте Мы Возьмем Сейчас Свою Жертву Я Хочу Сказать Чтобы Через Наше Послушание И Жертву Пришла Сверх Естественная Финансовая Благодать Во имя Иисуса Христа И Уже Пожалуйста Запустите Сокровищницы Ты можешь Жертвовать Подниматься На свои Ноги И продолжать Поклоняться И молиться Господу Прости Пусть Благодать Приходит В ту Сферу Твоей Жизни Которой Ты хочешь Видеть Исполнение Слову Аллилуйя 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 Вы знаете Когда Иосиф Был Послушен Вспомните Именно Через Его Послушание Слову Пришла Благодать И Он Стал Человеком Который Имел Откровение О Спасении Того Мира Ты спросишь Как Именно Через Расшифровку Этого Сна Через Истолкование Этого Сна Фараон Назначил Именно Иосифа Вторым Человеком Который Приготовил Житницы Собрал Хлеб И когда Был Сильный Голод В той Земле Именно К Иосифу Приходили И получали Хлеб Это был Прообраз Того Что Иисус Сегодня Хлеб Жизни Это все Произошло Через Послушание И смирение Бог Дал Благодать На спасение Множества Людей Я верю Что это Придет В нашей Жизни Благодать На Благодать Амин Халлелуйя 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 Если ты пожертвовала